Привет всем! Еще в прошлом году, видимо, а может даже позапрошлом, как знать, я начала записывать такую, ну не статью, а такую заметку о традициях в Чехии рождественских, соответственно. Хотелось очень вам рассказать, показать. Не знаю, что задержало меня в прошлом году, почему я этого не сделала, но чему быть того не миновать. Решила я собрать воедино все свои знания и показать вам, что такое Рождество в Чехии. И не для этого, собственно, я приехала в Бурно, но поскольку я сюда уже приехала, решила вам показать наши елочки красивые, как сейчас Бурно подготовилась к Рождеству и рассказать вам о традициях, обычаях рождественских в Чехии. Итак, Рождество в Чехии. Этот праздник, безусловно, самый главный и самый празднуемый в году. Многие начинают к нему готовиться задолго до самого праздника. Думают, какие подарки будут дарить своим близким, как будут украшать дом и что будут готовить на рождественский стол. Дух Рождества приходит первым в чешские магазины, которые выставляют товары с рождественской атрибутикой, делают скидки на продукты для выпечки и рачительные хозяйки не упускают возможности прикупить что-то для приготовления рождественского печенья. А печенье в Чехии пекут просто в неимоверных количествах. Но к нему мы еще вернемся. За четыре недели до Рождества начинается адвент. Вернее, в первые с четырех воскресенья перед Рождеством. В домах появляются венки или декорации с четырьмя свечами, которые по очереди зажигают каждое воскресенье. Сначала одну, потом две, потом три, и в четвертое и последнее воскресенье горят все четыре свечи. К первому адвенту во многих домах пекут прянички. И поэтому венки тоже часто бывают пряничные. А еще существует красивая традиция выпекать пряничные домики и даже целые деревеньки. Это целое искусство. И я пока на такой подвиг не решилась. Некоторые уже к началу адвента украшают дома гирляндами, наряжают елочку, хотя традиционно это делают перед самым Рождеством. В окнах загораются семисвечные светильники-горки. На дверях висят рождественские венки. Елочку часто приносит в дом и украшает ежишек. Чешский новогодний герой, визуального образа которого не существует. Иногда мамочки для своих детей подсыпают мукой полы от окна до елочки и делают на муке детские следы, так как ежишек – это ребенок. Это маленький Иисусик. Также в начале адвента, за четыре недели до Рождества, во многих городах зажигаются рождественские елки на площадях. И кроме елок практически везде стоят бетлемы. Вот так выглядит главная елка города Брно. Конечно, красиво, шары всякие. Что-то сыпет нам, то ли дождь, то ли снег. Сейчас мы подойдем к большому бетлему, который мне очень нравится в Брно. И специально сюда пришла, чтобы вам его показать. Вот, посередине стоят ясли, в которых лежит Иисус, новорожденный Иисус. Рядом стоят Мария с Иосифом. Давайте посмотрим. Вот. Осел, вол, пастухи со стадом овечек. И три короля. Волковые. Но к ним мы еще вернемся. Вот три короля находятся вот с того края, видите, в коронах. Бетлемы могут быть большими в человеческий рост, как вы видели сейчас. Но это обычно городские бетлемы так выставляются. А дома, например, бетлемы могут быть даже вырезаны из бумаги, что делают обычно мамки с детками и красиво украшают свой дом. Ну и, конечно, повсюду по традиции должны быть рождественские ярмарки, которые благоухают запахом пунша, рождественских сладостей, корицы. Но, к сожалению, реалии нашей жизни таковы, что сейчас пока от ярмарок пришлось отказаться. Очень надеюсь, что в следующие годы эта традиция возобновится, и мы сможем радоваться, потому что это несказанно поднимает рождественское настроение даже тем, у кого его совсем нет. Пахнет елочкой. Вот здесь такой бетлем, видите, сделали соломенный. Под каждой елочкой всегда есть бетлем. Вот примерно так выглядит в этом году. Ярмарка не ярмарка, все закрыто. Но в отличие от Праги, в Брно они убрали хотя бы киоски и даже продают вот там горячее спиртное, которое пить нельзя, но все вокруг стоят и попивают, в общем-то. Затем наступают праздники Святой Барбары и Святого Микулаша, который приходится на 4 и 6 декабря, соответственно. Святая Барбара – это покровительница детей. Традиционный, но не такой раскрученный герой, как, например, Святой Микулаш. Она приходит к детям тайно и кладет в носки, гольфы и колготки, вывешенные за окно, сладости. Существует поверье, что если на праздник Святой Барбары девушки срежут веточки черешни или, например, фарцизии, это такой куст с желтыми цветочками, который в Чехии называется «Золотой дождь». Так вот, девушки кладут веточки в вазу, и если до щедрого дня они зацветут, значит, девушка выйдет замуж в течение года. Ну а Святой Микулаш нынче в тренде. Его видят, ему читают стишки, он ходит по городам и весям со свитой, чертом и ангелом, и одаривает детей конфетами либо угольками. Угольки даже продаются в магазинах, и для меня было удивлением, что есть мамы, которые их покупают. Надеюсь, это только для того, чтобы подшутить над детьми, которые все же получат свои конфеты. Конечно же, большинство детей получает конфеты в этот день, а более серьезные подарки ждут своего часа под елочкой, а час наступит 24 декабря, когда вся семья поужинает. Но еще до этого, сразу после Святого Микулаша, вся Чехия печет. Традиционных печеньев в Чехии много. Я начала их печь с первого года после приезда. Сначала несколько видов, потом больше, больше, а потом наступил такой азарт, что просто не могла остановиться. Но я, наверное, никогда не переплюну чешских хозяек. Некоторые из них умудряются печь более 30 видов печенья. Сначала пекут штолы. Штолы – это всем известный немецкий штолен. Кекс очень сладкий, с изюмом и цукатами, символизирующий одеялко, которым укрыли Христа после рождения. Штолы должны расстояться и пропитаться запахами. Затем пекут все сухие печенья и корпусы для сложных, тех, которые потом будут с кремом. Вот они пекутся. Если бы я могла только передать аромат этого печенья через камеру, то невозможно просто удержаться от этого. Еще несколько, и можно доставать. Ну а за неделю до Рождества пекут ванночки. Рождественские сдобные плетенки, символизирующие то же, что и Штоллин. Ванночки плетут из нескольких жгутов, иногда и из десяти. Это особое мастерство. Перекрещивание жгутов выполняет охранную функцию. Защищает от злых духов людей, сидящих за столом. Все сладости кладутся в коробки, растаиваться. Часто это бывает на балконе. И именно в это время в хрониках можно встретить объявление о том, что то тут, то там, в Чехии злодеи, по-чешски, а по-русски-то воры, украли печенье. С балкону во вишце около 5 метров там злодей украдл цукровий. Кстати, воруют их не только люди. Белки, куницы и прочая прыгучая живность часто тоже не прочь полакомиться. Видимо, это очень вкусно. Я подтверждаю, да, это очень вкусно. Ну и вот, наступает главный день. Щедрый день 24 декабря. В этот день приступают готовки основных блюд. Одним из самых больших поверьей считается, что если в этот день до вечера не есть или держать пост, можно увидеть золотого поросенка. Но, видимо, многие не выдерживают. Поэтому во многих домах готовят кубу. Это традиционное чешское блюдо из перловки. Иногда из гречки, но очень редко. С грибами, копченостями и чесноком. Главное блюдо на всех столах страны это рождественский карп. За несколько дней до Рождества около каждого торгового центра и на площадях стоят палатки с живыми карпами. Их покупают и некоторые выпускают их поплавать в ванной. Вот такую картину нередко можно увидеть в ванных комнатах некоторых чехов. Потом обычно глава семьи подготавливает карпа. Ну, вы понимаете. Чешуйки кладутся под тарелку на праздничный стол на счастье. Носит их в кошельке весь следующий год. Понятное дело, чтоб деньги водились. Из карпа варят суп и запекают его. Или просто жарят. Некоторые карпа не любят, тогда жарят стейки. По-чешски, жиски. Ну и как у нас главный салат оливье, у чехов это брамбуровый салат. Картофельный салат. Он чем-то похож на наш оливье. Только вместо мяса или колбасы там больше овощей. Вообще рецептов салата, вернее его вариаций, много. У каждой хозяйки своя фишка. Кроме карпа и салата, конечно же, это обложенные хлебечки, очень красивые бутерброды, украшенные как настоящее произведение искусства. В некоторых регионах жарят винную колбасу, а в других, например, о ней раньше даже не знали. Вообще, стол на Рождество не отличается большим количеством блюд, чем обычный ужин. Отличие только в более поздней подаче еды и сервировке стола. Столы всегда очень нарядные, со свечами. Приборов на столе по традиции должно быть на один больше, на неожиданного гостя. За стол садятся все вместе и до конца ужина вставать нельзя. Плохая примета. Считается, кто встал, тот в будущем году не будет сидеть за этим столом. Ну и после ужина наступает всеобщая распаковка подарков. Это самый радостный момент для многих. Подарков должно быть много. После ужина идет традиция разрезания яблочка. Я думаю, уже для многих яблоко, разрезанное поперек, является одним из рождественских трендов. Так вот, режут его и смотрят, что в разрезе. Если звездочка, значит счастье, здоровье и достаток. Если крест или, не дай бог, червячок, значит болезнь или даже смерть. Другой обычай пускания лодочек. В миску с водой опускают половинки грецких орехов со свечками. Каждый делает свою лодочку, сам ее пускает и загадывает желание. Лодочка даст ответ. Например, если лодочки все гурьбой в кучке, значит вся семья будет вместе. Если чья-то лодочка оторвалась, значит его ждет дальняя дорога. На Рождество принято дарить друг другу веточки омелы. Это такие круглые кустики, которые пристраиваются и растут на деревьях других. Ну, считаются паразитными в общем-то. Но такой обычай в Европе существует в частности в Чехии. И сейчас повсюду продают эти веточки омелы, красиво разукрашенные разными красками или просто зеленые. И говорят, что они приносят счастье именно тогда, когда их дарят. То есть самому себе купить как бы нельзя. Считается плохой приметой. Еще обычай на Рождество подвешивать ветку омелы так, чтобы под ней можно было пройти. Считается, если пара поцеловалась под омелой, это принесет им любовь и она будет вечной и зеленой, как ветка омелы. Если кому-то дарит омелу, значит она принесет получившему счастье в дом и убережет его от болезней. Согласно легенде, из ветки омелы Иосиф сделал люльку для новорожденного Иисуса. А потом из этой же омелы сделали крест, на котором его распяли. С тех пор дерево сгорело, высохло и распалось на маленькие-маленькие веточки. И попадая к людям в дом, оно приносит им счастье, как бы искупая свою вину. Но повторюсь, это только в том случае, если омелу подарили. Еще одной из традиций считают литье олова. В магазинах даже продают для этого целые наборы с оловом и инструкции с картинками, которые объясняют, что значит та или иная вылитая фигурка. Вечер заканчивается полуночными молитвами в костелах, возвещающими рождение Христа и калятками. Но на этом Рождество не заканчивается. В последующие дни, которые являются выходными тоже, ходят друг к другу в гости и, конечно, берут с собой в виде подарка печенье. 25 декабря это первый рождественский день. Это день Рождества Иисуса. Для гостей готовят свичкову, это национальное чешское блюдо, или запеченную свинину с капустой. 26 декабря день Святого Степана. В этот день было принято ходить от дома к дому калядовать. За калятки получали сладости, яблочки, а иногда и денежки. На Святого Степана обычно готовят гуся или утку, которых подают с кнедликами и капустой. Затем несколько дней отдыхают от праздничных застолий и наступает Сильвестр. Сильвестр или Святой Сильвестр это 31 декабря, когда люди собираются с друзьями и для большинства это праздничные веселые проводы прошедшего года, веселые, беспечные и под градусом. Из окон слышен смех, всюду веселье, работают многие рестораны, клубы и люди идут туда веселиться в большой компании. Будет выпито много-много алкоголя. На Новый год обычно не готовят сложный блюд, покупают много разных закусочек вину, колбаски, сыры, орешки, если пекут и так называемые едногубки, маленькие пирожочки из теста с колбаской или чем-то вкусненьким. Танцуют редко, в основном веселятся, общаясь. 1 января Новый год. Говорят, как на Новый год, так целый год. Поэтому утром просыпаюсь, не забудьте наступить на пол правой ногой на счастье. В этот день не убирают, не стирают и не принято, чтобы висело белье на веревках. Не варят и не пекут птицу, чтоб счастье не улетело. Традиционно готовят блюда из чечевицы, чтоб в доме водились деньги. 6 января праздник Трех Королей. По сути, он тождественен празднику Рождества Христова, потому как три мудреца Каспар, Мелихар и Бальтазар пришли с благой вестью к колыбели Иисуса. В наше время они ходят от дома к дому, принося мир и спокойствие. Своей надписью К плюс М плюс Б и год в конце они подтверждают, что этот дом посетили и мир этому дому принесли. Но эта надпись все же не означает их инициалы, как некоторые думают. Это сокращенное от латинского Christus Monsionem Benedicte. Христос, благослови этот дом. И плюсики на самом деле это не плюсики, а кресты. В этот день в большинстве домов разбирается рождественская елка и это считается концом рождественских праздников и началом Меса Пусто, из которого уже разворачивается следующий праздник Пасха. Но об этом будет в других видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин